Утро 19 марта, когда в доме по улице Зеленой прогремел взрыв, Илья Смирнов не забудет никогда. В момент случившегося он и его девушка были дома, только проснулись. Что произошло, поняли не сразу. Пришли в себя лишь после того, как провалились на этаж ниже. Нас подкинуло вместе с диваном. Купол огня с одной стороны был, с левой, мне обожгло голову, здесь волосы сейчас сожгло. И начали бетонные плиты падать. Ну, я девушку к себе прижал. Первым делом Илья достал из-под обломков подругу, закутал ее в одеяло. Сам не успел одеться, услышал крики из соседней квартиры и поспешил на помощь. Выбил двери и еще до приезда спасателей освободил из-под завалов раненого мужчину. Из-под тяжелых плит самостоятельно достал ребенка. Еще одного малыша не удалось найти. Я начал искать ребенка, который должен быть еще один завален полностью. Копали-копали, ничего не нашли там вообще. Только кровь. Чтобы остановить распространение огня, Илья начал выбрасывать в выбитые окна загоревшиеся вещи и мебель. Это его в одном нижнем белье видели в окнах люди, которые наблюдали за ЧП. Там мужик. Будучи в шоковом состоянии, Илья не обратил внимания на собственные раны. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение, травму поясницы и ожоги. От сильного удара выбит зуб. Илью выписали из больницы, но он находится под пристальным наблюдением врачей. И члена общественного совета Ахимке интересно жить Ирине Спириной. Естественно, на фоне перенесенного взрыва, это и морально, и физически отразилось на нем. И рано ему еще выходить на работу. Сейчас немножко мы поднимем физическое здоровье и направим уже непосредственно к психологу. Молодого человека, как и других пострадавших, администрация Химок расселила в одну из гостиниц с трехразовым питанием и всем необходимым. В штабе под руководством члена общественного совета Ахимке интересно жить Николая Кашникова был организован пункт гуманитарной помощи. Для Ильи, который в результате ЧП лишился абсолютно всего, подобрали необходимые вещи. Здесь у нас разложены продукты питания, это какие-то консервы. Они постоянно пополняются, обновляются, потому что мы здесь собираем, отправляем пакеты, где люди живут удаленно, в гостиницах у кого-то. Тем, кому это необходимо. Дальше у нас идут средства личной гигиены, вот если вы видите, туалетная бумага, салфетки, паста, зубные щетки, мыло, салфетки. Несколько пакетов собрали и для девушки Ильи Дианы. Из реанимации ее перевели в общую палату, но из-за полученных травм она все еще не может ходить. Активисты разместили информацию о необходимой помощи в домовых чатах. Благодаря этому удалось очень быстро найти все необходимое. Николай Кашников вместе с Ильей отвез вещи и свежие фрукты в больницу. Состояние больное сейчас удовлетворительное, с положительной динамикой. Спасибо. За перезапись, спасибо. Посылку Диане отнес врач. К пациентке пока не пускают даже ближайших родственников. Со своей девушкой Илья связался по телефону. Я по тебе соскучился очень сильно. Надеюсь, когда-нибудь меня к тебе пустят. Я по тебе соскучилась. Постерее выздоровеешь, вообще поедем куда-нибудь с тобой отдыхать сразу же. Что врачи говорят? Состояние стабильное, что лежать еще три недели на вытяжке. Но Илья решил после такого испытания судьбы отдыхом не ограничиваться. Самое время сыграть свадьбу. А на этой неделе Илья планирует проведать еще одного пациента в другой больнице. Того самого мальчика, которого он вынес на руках из горящей квартиры. Нина Бережная, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.